В Кирове 11.06 В Кирове 11.06 В Кирове 11.06 В Кирове 11.06 те мероприятия, которые там проходили, всевозможные лекции, семинары. Где они просто, когда? На ходу, на бегу, что ли, эту дымковскую игрушку-то подарили китайским друзьям, как написано на сайте нашего опорного возраста. Ладно, будем ждать этих ребят. Я думаю, что будет интересный разговор. Вообще мы очень любопытствуем, когда приходят приехавшие откуда-то люди. Из дальних стран. А ты, кстати, знаешь, откуда эта фраза-то? Не помнишь? Нет, не помню. Это вообще-то начало басни Крылова «Лжец». Да, это кем, кто любит эту фразу из дальних странств превратились. Это начало басни Крылова «Лжец». Надо иметь в виду. Первый час у нас абсолютно другая тема, очень важная, очень серьезная. Приветствуем в нашей студии Антона Касанова, члена Общественной палаты Кировской области, историк, соавтора проекта «Пешком по авятке». Антон, добрый день. По большому счету, по итогам, как раз таки собираемся заседание, которое состоялось на днях в Общественной палате, где обсуждался вопрос, к которому мы знаем прекрасно, Антон очень трепетно, очень серьезно относится и на протяжении последних лет, Антон, это одно из направлений работы, это как раз освещение того, что происходит со старинными зданиями в нашем городе. Они безвозвратно исчезают, сносятся и ничего не остается. Такая ситуация сложная, потому что я бы не стал все мазать именно только черными красками, потому что все ситуации, они достаточно неоднозначные. И в данном образе тоже есть много различных процессов, за которыми мы внимательно нас средим. Конечно, и деструктивных тоже изменений очень много. И в данном случае, то, что касалось того заседания, о котором вы говорите, там обсуждалось деревянное зодчество, то есть проблема с утратой именно деревянных зданий, поскольку вообще, если вы посмотрите на ретроспективу опроса, то еще на рубеже 80-х, 90-х годов, я думаю, Николай отлично этот помнит, эпизод, когда у нас группа энтузиастов хотели создать музей деревянного зодчества в городе Кирове. Это Анатолий Голоштинский, Владимир Алексеевич Любимов и другие замечательные люди, которым мы все обязаны популяризации истории и знаниями, которые мы получили через их книги и монографии. Но тогда не получилось, но время было тяжелое, само собой, что социально-экономические определенные условия не позволяли это сделать. А где-то здание конкретное предлагалось? Предлагалось, насколько помню, сделать, может быть, даже в одном из оврагов. Сделать что-то вроде, знаешь, переноса зданий. Да, то есть красивое здание перенести. В некоторых городах же это сделали просто. И в одну кучку, в один какой-то квартал скруппировали старинное здание. Оборудовали элементы тоже, которые касаются внешнего декора зданий, потому что те же наличники, какая-то лепнина, еще что-то, все это тоже требует именно сохранения. Так получается, что если, например, какое-то здание сносится в центре города старое, и в которые не входят никакие реестры, просто старый дом обычный, например, деревянный, то от него ничего не остается вообще, по сути дела. То есть даже иногда там фотофиксации не делается, ничего только какие-нибудь. Говорю, Антон, ведь раньше же всегда вот эти старые дома, перед тем, как их сносить, там делались замеры полные, да, вот как бы делался чертеж, как бы, ну, это сдавалось в какой-то архив. Насколько я помню, были люди, которые ходили, вот обмеряли перед тем, как снести. Вот сейчас здание недавно слиндокс, армейское, я помню, как его обмеряли, ходили. На самом деле, может быть, есть где-то такие данные, но опять же проблема в том, что много есть различных данных и различных материалов, они где-то хранятся, ведомственных архивов, еще где-то, но проблема, опять же, популяризации. То есть человек, который захочет, может быть, какую-то работу написать, монографию, книгу, ему придется очень долго искать и добиваться доступа туда, потому что, опять же, в архивах не все дела, например, рассекречены, не все дела доступны для доступа, и чтобы получить эту информацию, нужно собирать по крупицам. То есть мы, как всегда, я не думаю, что информация о каком-то здании, которое не входит ни в какие там эти списки, реестры, оно бы засекречено. Другое дело, что надо понять, в каком это архиве найти доступ к этому архиву. В том-то и дело, что вот здесь речь идет о популяризации, о том, чтобы люди имели доступ к этой информации и имели возможность как-то оперативно реагировать на ее преобразование, ее использовать, потому что история, она заживая, ампульсирующая, вот в чем дело. Поэтому, конечно, здесь всегда вопрос в том заключается, чтобы получить возможность со всем этим обращаться. Ну, давайте сейчас озвучим, да, конкретный дом, конкретный адрес, собственно, благодаря чему эта тема снова зазвучала. Это Дериндеево, 61, дом известен... Главный дом усадьбы Купца Лебедева. Да, главный дом усадьбы Купца Лебедева, бывшая улица Всехсвятская, сейчас сориентирую, это Дериндеево, 61, это участок Дериндеево между Молодой Гвардией и Герцена. Я буквально каждый день там прохожу мимо этого дома, да, и видел эту синюю табличку, на которой написано, что он будет расселен и снесен. И, честно говоря, у меня всегда взгляд цеплялся за эти наличники. Действительно очень красиво и очень искусно. Сама собой, действительно, и не только у вас, поэтому, как только стало известно о том, что этот дом признан аварийным, и он идет под снос, и при всем при этом так получилось, что в предыдущие годы он не был признан памятником, то есть он обычный старый дом, то есть у него юридически нет никакой защиты от сноса, хотя, насколько я помню, в историческое поселение он входит, но пока оно не дает всецело охранный статус для таких зданий, которые не имеют вхождения в реестры памятников регионального, федерального или муниципального значения. То есть вот сейчас уже нет никакой возможности спасти дом, вот это по факту, да, то есть я разделяю тоже мнение многих людей, которые говорят, ну что, дом-то, что-то будет с домом, но сейчас просто уже ничего нельзя сделать, потому что, как это часто бывает, какие-то общественники, активисты, градозащитники, они всегда находятся в состоянии догоняющего, потому что, как бы, власть, она принимает решения намного быстрее, зачастую таким образом, что никакой прозрачности мы не видим, и по факту, только когда мы увидели табличку... — Решение принимается значительно раньше, чем мы видим эту табличку. — В том-то и дело, вот когда она уже появляется, уже обратного пути нет. — А почему именно такой порядок у нас? Почему не обсуждают? — Ну это, наверное, не у Антона на спрашивания. — Ну это, конечно, вопросы очень, как бы, сложные, потому что, на самом деле, то есть все эти документы, вот как самый яркий пример, у нас есть в городе такой Александр Галышко, который ведет паблик стройн-киров, где он там иногда путем очень сложных манипуляций, там, он разгребает груду бумаг, там, с законодательных актов на сайте мэрии, там, делает какие-то запросы, и только таким образом он находит необходимую информацию по градозащитной какой-то деятельности, по проектной и так далее. Поэтому, чтобы эту информацию получить, нужно иметь какие-то, наверное, инсайды или вхождение в какие-то кабинеты. — По крайней мере, кучу свободного времени, чтобы этим заниматься, да? — И само собой, да, то есть это, естественно, что же все это на энтузиазме, честно, делается. И, в общем, очень многие люди, после того, как мы написали статью про этот дом со справкой с исторической, то есть там, проработали в архивах, написали, что вот в восьмом месяце 17-го года его уже не станет, многие к нам обращались, говорили, ну, давайте хотя бы наличники попытаемся спасти, что нужно сделать и так далее. Ну, в конечном итоге мы решили через механизм общественной палаты решить этот вопрос, потому что тут, на самом деле, вопрос-то касается спасения наличников, он заключается в том, что нужно получить очень много согласований. То есть нужно всех свести воедино, и Министерство культуры, и различные отделы городской администрации, там, муниципальной собственности. — А зачем? Он же не охраняется. — Понял, да, не охраняется, не охраняется ничего. — Нет, дело в том, что, вот смотрите, например, — Он сейчас, у него статус какой-то? — Смысл в том, что он сейчас, после того, как всем жильцам всех их расселят и дадут им новую квартиру в микрорайоне Коминтерна, улица Зеленина, здание на 100% переходит именно к городской администрации, и собственник должен дать разрешение на то, чтобы мы сняли наличники, потому что мы же не можем это сделать самовольно. — Интересно, они его все равно будут разрушать, а зачем разрешение на снятие наличников? — Но это юридический вопрос, понимаете? — А у нас это вопрос абсурдный, довольно-таки, да? — А так много в нашей жизни абсурдного, да, то есть нам бы хотелось, чтобы это все происходило автоматически, да, то есть если они сносят дом, то они бы уведомили какие-то органы о том, что вот есть интересные, например, элементы, возьмите на хранение, здесь мы согласуем вопрос с научно-производственным центром по охране памятников, это наши замечательные археологи, и Кровеческий музей, чтобы они согласовали, одни сняли, другие передали на хранение в музей Кровеческий. Казалось бы, что процедура очень простая. — Вроде бы в Кровеческом музее, погоди, там же есть наличники, там же есть наличники от старых домов снятые, есть, они хранятся в Кровеческом музее. — Где-то что-то, конечно, хранится, есть какие-то элементы, которые хранятся... — Я что-то не слышал, что была такая сложная история с их передачей, да, прошлый человек сдал, они посмотрели красиво, оставили у себя это же нормально. — Нет, дело в том, что, понимаете, есть определенное правило, то есть на хранение в музее тоже нельзя взять просто какой-то объект, нужно же знать, откуда он взят, вдруг вы его украли где-то. Поэтому в данном случае мы должны уважать закон, и вот, естественно, что специалисты администрации, они нам пояснили, что они не возражают, и более того, что вот на данный момент все эти вопросы согласованы, и в ближайшее время, когда дом будет сноситься, вот после уже 8 месяца, где-то осенью, то все необходимые работы проведет научно-производственные центры, в дальнейшем наличники частично, те, которые пройдут необходимую экспертизу, потому что музей без экспертизы тоже не берут, нужно выяснить, что это за наличники, имеют ли они историческую значимость, кто их автор. То есть есть определенные бюрократические процедуры, которые нужно пройти. И вот тогда часть наличников пойдет в музей, а часть пойдет почетному гражданину города Кирова, замечательному мастеру резьбы по дереву, удивительному энтузиасту Геннадию Яковлевичу Лопатину. И это, мне кажется, достаточно логично, то есть мы пришли к такому решению, что музей, он сохраняет память, а Геннадий Яковлевич, он ее приумножает. То есть вот те объекты, которые у него появились в городе Кирове, они именно работают уже сейчас на настоящее, на будущее, потому что они служат очень важной миссией. Это эстетика. Это эстетика старины, которая уже возрождается в новых каких-то формах. То есть это вот ворота, которые он сделал, музею Хрякова Николая Николаевича. Музею Сантукова и Щедрина. То есть вот ходные порталы, это то, что он как раз сделал. Ну и плюс ко всему тоже наличники новые. Сделаем маленькую паузу. Да, давайте. И вернемся. Мужской понедельник продолжается. Наш гость Антон Касанов, соавтор проекта «Пешком поведке», историк, член региональной общественной палаты. Говорим мы о будущем. Ну, как бы о будущем. Будущее уже решено, собственно. Да, дома. Старинный дом на Денидееве 61. Может, все-таки пройдемся немножко по истории-то. Погоди. Давай сначала вот что сделаем. Давай напомню, у нас есть опрос на сайте. Ну, он такой незамысловатый. Он незамысловатый. Да, мы сейчас его напомним. Мы к концу программы посмотрим, изменилось ли что-нибудь на нем после нашей беседы. Да, вот интересно. Снос старинных, но ветхих зданий в Кирове вас радует скорее или скорее огорчает? То есть два варианта ответа. Да. Оба такие мягкие. На сайте, нет, вернее, на странице ВКонтакте там можно проголосовать. 54% выбрали ответ «скорее огорчает». То есть, видимо, сердечко-то ноет, да, по этому поводу. Ну, знаете, постановка вопроса тоже старинных, но ветхих, да. То есть дело в том, что дома-то ведь бывают разные, да. То есть, например, некоторые могут посчитать, что старинные и ветхие — это бараки, например, деревянные. Нет, ну мы согласны, да. Я не считаю исторически значимыми особо, да. Речь идет... Ну, хотя тоже памятники эпохи. В каком-то роде, да. У нас, кстати, был советский предвремен признан памятником регионального значения, барак, которым проживал Василий Блюхер, когда он здесь находился в период Гражданской войны. Сейчас, кстати, его, по-моему, лишили этого значения на улице Орловской, там грядет масштабная реконструкция, его снесут, да. То есть, конечно, все случаи, они индивидуальны, потому что нет одинаковых-то домов, по сути дела. Они все разные, и часть из них значимы. Но, конечно, если речь идет про какие-то бараки 30-х годов, то особо значимыми я их не считаю. Хотя, на самом деле, если так вот копнуть глубоко, иногда получается, что да. Потому что у нас в бараках выросло очень большое количество значимых людей, на самом деле, да. А есть еще... Да и просто как памятник эпохи, да. То есть, чтобы люди могли увидеть, как жили в 30-е годы здесь. Кстати, вот на самом деле, вы абсолютно правы. В прошлом году мы делали вот прогулку пешком-проведкой по северной части Октябрьского проспекта и заходили в старый поселок Горсовета. То есть, вот как раз в решении жилищного вопроса в 30-е годы построили 27 одинаковых бараков там в квартале, в районе улицы... Профсоюз, да? Да, Профсоюзная, Октябрьского проспекта, Советская, Дериняева. И осталось два барака, уже в этом году пришли. Один расселен, то есть, он стоит с выбитыми окнами, дверями. И тогда, кстати, во-втором живут люди, там у них свой такой коммунальный, можно сказать, быт в самом центре города, вокруг элитных новостроек, да, то есть, в хорошем районе. И тоже люди, которых мы туда приводили, многие вспоминали, как это было раньше. И те, которые вот сейчас, многие смотрели и думали, ну, как это вообще может быть, да? То есть, как такое вообще возможно в таких условиях жить? И некоторые еще отмечали, что у этого барака есть архитектура как таковая, потому что это не просто вот гигантские в вересниках, там, корабль, дом, там есть мезонины, там есть балконы, там есть какие-то интересные элементы. Я им рассказывал, что на самом деле эти бараки проектировал никто бы то ни был, а главный архитектор города в тот период времени Евгений Громаковский. Чем занимаешься? Бараки проектировали? Да, ну на самом деле это достаточно вопрос. Это называли домами вообще-то, знаешь. Тогда это были дома. Ну, конечно, когда люди переезжали из полуземлянок и землянок и кладовок в бараке, для них уже тогда это было нормально. Отдельная жилплощадь, даже у некоторых, не коммунальная, отдельная, понимаешь, это сразу счастье такое. Мы вторую страничку еще посмотри, там, мы опросы и закончим с ним. Вторую страничку? В смысле, да, то есть мы сказали по... А, на сайте Эхакирова у нас, да, лидирует там вариантом наоборот, скорее радуют, говорят наши люди. Видимо, люди разные дома в окно видят и, соответственно, по-разному к ним относятся. И 211-101, конечно же, мы озвучим номер нашего телефона, вернее, уже озвучил 211-101. Вот вы ходите, ездите по нашему городу, видите эти старинные здания. А потом вдруг не видите. Да, вам все равно на них. Или все-таки вот что-то там внутри щелкает, да, и вы понимаете, что ведь годы идут, и это наша история, и каким-то образом надо это сохранять. Вот 211-101. Или все равно, пусть давайте все снесем, застроим там каменными джунглями, это все, и будем жить дальше спокойно. Но все снести все равно нельзя, в любом случае, потому что все-таки есть здания, которые охраняются государством, левятся памятниками, а есть вот такие здания, как у Лебедева, этого дома, которые, к сожалению, не охраняются. Это феноменально, смотри, у здания обалденно красивая история, да, и он оказывается вне вот этих всех реестров, начинается, становится непонятно, как вот этот реестр пропадает. Ну, на самом деле, такой вопрос мы тоже, помните, рассматривали, когда был вопрос с домами по Динамовскому проезду, архиерейского двора, 26-й и 28-й, когда тоже вдруг выяснилось, что, оказывается, эти здания не вошли в реестр, и они есть в историческом поселении, но они не числятся памятниками, хотя в советской период времени не числились. Что там случилось, какие есть подводные течения, махинации, сложно вот об этом говорить, потому что, опять же, у нас такой информации нет, но по факту выяснилось, что эти дома, они почему-то, они из реестра выпали. Ну, такое тоже бывает иногда. Причем дома выпадают из реестра в таких хороших районах. Ну, тут самый хороший район, в том месте, который очень активно застраивается, это Кремлевский, так называемый, холм, где уже сейчас построили тоже очень неприятное, на мой взгляд, для градостроительства здание прямо у лестницы, которая идет спуском с Кремлевского холма к Трифоновому монастырю, и теперь люди приходят, и частично монастырю уже не видят из-за этого здания. Тоже совершенно потрясающая история своим цинизмом, и это удивительно, это нарушение тоже вот такого понятия, как видовая точка. Но тоже там долго бодались, и в конечном итоге выиграл тот человек, который строит этот дом. Почти уже он его достроил. А кроме наличников, этот дом купца Лебедева чем-то еще? Ну, помимо архитектуры, он, конечно, значим для нас был еще и тем, что там проживали удивительные люди. Это такой вообще иностранный уголок вот этой улицы Сехсвятской, потому что, знаете, район располагается Александровский костел, и соседний от домов Лебедева участок занимал Станислав Якубовский, очень известный польский предприниматель, кондитер и пекарь, в общем-то, меценат. Вот в этих домах проживало две очень важные тоже для нашей истории семьи. Одна это Дравертов, тоже достаточно известная семья. Дравертов они всегда называют. Они по-разному тоже встречаются. Ну, сейчас двое живых, Василий Иванович Владимир Иванович, не Драверты. И, кстати, была же прекрасная присказка еще про старшего Драверта, который, к сожалению, он был врач-гинеколог, очень известный, была великая присказка. Вечером на танцы к сахару, с утра на стол к Драверту. Среди девчонок такая ходила в советское время. Именно к Драверту, да. Ну, пусть Драверт, я не спорю. На самом деле, вот как Вы правильно сказали, очень важная для истории города люди. И здорово, что их поколения сменяют друг друга, и все занимаются чем-то важным. Очень важно, там и поэты, и гинекологи, и юристы. Вот сейчас два брата юриста работают в Кереве. Изначально начиналось зубного врача, как раз, который сюда приезжал. Потом, значит, был Людвиг Станиславович Драверт. Это тот человек, который известен был тоже как юрист и как судья. Стал еще популярен в народе благодаря тому, во время Первой русской революции на пять лет ссылку в Якутию за то, что тот умудрился. Судья отправил своего сына. Свою сын, да. Это очень драматически было. Он его судить вынужден был. Он жил в Казани, и сын его как раз в Казанском университете учился. И во время революционных волнений в Казани, там очень крупные были, там много студенчества все-таки находилось. Ну, в один из центров, конечно, крупные. Значит, залез Петр Драверт на крышу Казанского университета, погрузил красное знамя, и когда его оттуда начали выкуривать полицейские, он стал от них отстреливаться. Он, кстати, был человеком, который три раза в своей жизни сидел. Это Петр. Петр Драверт. При царизме, один раз при коммунизме уже. Собственно, поэтому человек был очень бывалый. Кстати, он потом говорил, что на самом деле мне эти ссылки, они хорошо повлияли, потому что я увлекся минералогией в Сибири, стал очень крупным ученым, и вообще очень уважаемым человеком, и наблюдал за космическими небесными телами, сочинял стихи. Стихи, да. Антология вятской поэзии 20 века, да, Петр Драверт. Человек очень интересный. У него еще была Ксения, сестра. Вот она тоже жила вот в этих домах на улице Дериндяева, тогда всех с Вятской. Тоже любопытная барышня, забрасывала своими стихами различные вятские газеты, потом в вятских губернских ведомостях даже приложения напечатали их. Потом она уехала из Вятки и жила в Европе, в Париже. И в свое время она в 30-е годы она не знала, что в Советском Союзе написала письмо кому-то из родственников и их начали таскать на допросы, типа, что у вас там за агентура там и так далее. То есть таким образом немножко их подставила, можно так сказать. А вторая семья это Гогели, тоже очень известная семья. Это уже французские у них были корни. Один из представителей этой фамилии даже есть в знаменитой галерее героев Отечественной войны 12-го года в Эрмитаже. Вот такая вот история. Он там как герой 12-й войны со стороны Франции? Нет, он со стороны России. Со стороны России. То есть со стороны России там была интернациональная же компания, кто только не был. Знаете, и грузины, и шотландцы, там, Барклайд и Толли и так далее. И вот Елена Гогель это директор Герценки. Одна из очень важных персонажей тоже в истории этой библиотеки. Она в какие годы там была директор? Это послереволюционная. То есть как бы послереволюционная. С первой годы новой власти. Да, первые годы новой власти. И вот Гогель и Дроверта как раз жители этого дома. Вот поэтому две таких вот фамилии они вот... Очень значимые для вязкой истории. Конечно, да. Интересно, сейчас кто там живет? В этом доме складывается ощущение, Жители улицы. Желеные, поэтому... Представитель такой крови какой-то знатной. Понятно. Что дальше-то, собственно, вот, да, в официальном сообщении сказано, что Александр Александрович Галицких, секретарь общественной баллы, поручил Антону Касанову работать непосредственно с представителем Министерства культуры и администрации города по сохранению уникальных наличников на стенах этого дома. Ну, на самом деле, там... И еще сразу к этому же вопросу просто добавить. Речь идет только либо это поручение распространяется на другие аналогичные случаи. На самом деле, мне тут ничего поручать-то не нужно, потому что я уже достаточно занимаюсь этим вопросом. То есть, мы с этим вопросом вышли уже месяца два, наверное, назад. Ну, просто вот это заседание состоялось, и Александр Александрович тоже присутствовал на нем, и, в принципе, он как раз сказал, что давайте, если здесь у нас получилось, то будем продолжать всю эту деятельность. И Елена Викторовна Царева, это заместитель министра культуры, она сказала, что, в принципе, у них есть уже список деревянных домов, вот этих вот ветхих, про которые мы говорили, которые уже признаны аварийными, и будут подлежать сносу, и планируем как раз с этим списком работать. А сколько там? Пять или двадцать пять? Там было их шесть в списке, но у них, на самом деле, он больше, то есть он такой долгоиграющий, потому что там программа же целая, да, то есть там переселение из аварийного жилья и так далее. Поэтому, естественно, что я думаю, что этим домом все не ограничится, и в дальнейшем будем тоже вот этот вопрос мониторить, потому что важно сохранить то, что там есть, важное на этих домах, интересное, значимое для истории. Поэтому будем в этом направлении, конечно, работать. И на самом деле, я благодарен Александру Александровичу, потому что, наверное, его авторитет помог здесь где-то эту историю решить, поскольку все-таки он долгое время работал именно тем человеком, который курирует деятельность всех культурных органов, и он всех там знает. Поэтому здесь, я думаю, что все получилось очень даже неплохо для первого раза, но будем стараться и в дальнейшем что-нибудь в этом направлении сделать важное. Кто-то из специалистов, Антон, он уже, что называется, вот руками трогал, прикасался к этим наличникам. Может, они вот выглядят так хорошо, а делать-то с ними, обращаться, но очень осторожно. Может, они рассыплются? Да нет, конечно, они не рассыплются. То есть, на самом деле, этот вопрос, он касается именно специалистов, потому что иногда бывает, что просто люди могут отодрать их. То есть, на самом деле, на одном из домов там уже нет пара наличников, и кто-то, видно, отодрал в свое время. Себе на дачу. На самом деле, типичная история. У нас перестроивают несколько памятников из города пропало. Память к Горькому, например, у кинотеатра «Октябрь». Куда он делался, было непонятно. То есть, может быть, у кого-то дома стоит на даче, да? И такое тоже бывало. Поэтому именно важно, чтобы над этим всем работали профессионалы. Возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, зачем там такой сложный бюрократический процесс? Ну, чтобы все было цивилизовано. Потому что в прошлом году тоже была интересная история про инициативу снизу. Дом Лаптева ломали купца на Красноармейской рядом с педуниверситетом, бывшим сейчас опорным вузом. И там, значит, лепнина была уникальная. Георгий Жмухадзе, его артели. И так получилось, что парень какой-то мне написал, я, говорит, шел по улице, смотрю, валяется на улице прямо эта лепнина, никому не нужная. Эти рабочие ломают там все. Он к ним подошел, говорит, ребят, кто у вас прораб там? Вот есть там прораб какой-то. Говорит, слушайте, вам нужна лепнина? Тот говорит, да мне ничего, не нужно меня быстрее бы дом этот сломать, потому что нам надо фундамент закладывать. Он говорит, можно я возьму? Говорит, бери. Тот взял мешок, принес все, собрал всю эту лепнину, и себе домой унес, и он мне пишет, Антон, а что мне сейчас с ней делать? Потому что я же не могу дом это хранить, это же неправильно как-то. Я подумал, что это, конечно, с одной стороны очень интересный вопрос, но потом мы переговорили с Коровическим музеем, с Михаилом Сергеевичем и с Людмилой Сенниковой, в конечном итоге провели экспертизу, взяли эту лепнину в музей, и это очень важно, потому что эти дома с лепниной Джимхадзе тоже все разрушают. Сейчас китайский домик третий раз сгорел, как говорит Киселев, совпадение, не думаю. Я, конечно, так не думаю. И вот этот момент мне очень понравился, потому что люди позитивно реагируют, они хотят тоже сами что-то делать, зачастую не знают. И вот здесь получилось так, что какой-то простой обычный парень, с которым я не знаком, просто прочитал нашу статью и помог сохранению вот этой лепнины. Теперь она будет изучаться историками и теми людьми, которые, может быть, потом ее каким-то образом воспроизведут. Да, на каких-то новых зданиях. На каких-то новых, может быть, зданиях. На новых проектах. Поэтому здесь важно, конечно, с одной стороны, инициатива, с другой стороны, чтобы все было цивилизованно, чтобы не ходить у прорабов каких-то просить что-то, потому что им не до этого, это понятно, у них другая задача. Вот в чем дело. Что касается, кто их трогал, ну, и будут с ними работать специалисты научно-производственного центра, очень квалифицированные ребята. Андрей Леонидович Кедровский, там директор, это наши все с ИСТФАКа, то есть все очень образованные люди. Наши все с ИСТФАКа. Да, наши все. Я тут Минченко. Сейчас придет Кузьмин еще тоже, еще один с ИСТФАКа. Вот. И как бы эти ребята, у них задача как раз это все исследовать и все это демонтировать очень грамотно, поэтому я думаю, что здесь никаких проблем не будет и все будет в рамках тех компетенций, которые у них есть. Потому что они работают именно с старинными объектами уже очень долго. Нам пора на рекламу прерываться и мы скоро продолжим нашу беседу. Как оставить память о снесенных и сносимых старинных домах в нашем городе? Вот на эту тему мы беседуем с Антоном Касановым, с автором проекта «Пешком поведки», членом ПКО и историк. И вы можете голосовать на сайте хакирова.руй, на нашей странице ВКонтакте. Снос старинных, но ветхих зданий в Кирове вас радует скорее или скорее огорчает? Ну, пока у нас ничего не меняется. На странице ВКонтакте за вариант огорчает, а на сайте хакирова.руй за вариант, собственно, радует скорее. Ну, Антон, в принципе, объяснил, что на самом деле это зависит от того, на какое здание в данный момент смотрит голосующий. Либо это на самом деле старый барак, который, может быть, и хорошо, что его снесут. Там какой-то один может где-нибудь оставить на весь город для исторической памяти. А остальные, на самом деле, они некрасивые, они не эстетичные, они никакой ценности. Тем не менее, что людям там жить невероятно тяжело. А если кто-то смотрит на красивое деревянное здание 19 века с красивыми наличниками, с хорошими окнами, с хорошей бревенчатой кладкой, знаешь, это же красиво, то, конечно, ему жаль. А если обратиться к опыту других городов, известно как? Ну, опыт других городов мы, на самом деле, очень много исследовали именно в том плане, что этим летом очень масштабная компания Томсорфестов, про которую мы тоже здесь говорили. Про Самару, да? Тоже очень и Самара, и Бузулук, и сейчас и Саратов, и Казань. Там очень много городов. То есть я смотрю, ребята очень активно действуют. И, конечно, они берут вот именно под реконструкцию, под покраску здания в первую очередь с интересными именно элементами внешнего декора. Потому что для них это очень важно. Сами они это поясняют именно таким образом, что все-таки внешняя среда, эстетика, она формирует именно воззрение человека, то есть отношение к своему городу. Чем больше вот этой вот красоты, тем легче человеку, может быть, живется именно в том плане, чтобы не ходить вот таким грустным внутри этих гигантских дворов огромных, да, с многоэтажками. Поэтому опыт у всех, конечно, разный. Где-то, может быть, например, большее участие государством в Казани, там этим всем занимается девушка, как раз она является советником Миниханова, президента республики, поэтому здесь есть больше возможности задействовать какой-то административный ресурс. Где-то, как в Самаре, там они чисто энтузиасты такие, сами все бегают, делают. Но они что же рассказывают, что, в принципе, с администрацией там у них легко вопросы решаются. У них с администрацией города вроде бы полегче, а вот с администрацией области там Меркушкин у них, который, в общем-то, достаточно такой человек, не самый коммуникативный, вот, и поэтому у них как-то тоже временами, временами это так. Смотря на чью собственность попадут. Опять же, да, дома очень разные бывают. То есть есть дома, которые принадлежат городской администрации, областной, а есть вообще там с удружествами частных собственников, с которыми, вот как они поясняли, всегда еще сложнее, потому что там один человек хочет, а другой не хочет. А третий вопрос, они найти. А прописано бывает там и 20, и 30 человек и так далее. Обычная картина для любого города, мне кажется. Конечно. Как вот, собственно, должна, на ваш взгляд, Антон, выглядеть эта экспозиция? Их нужно реставрировать, эти наличники. Они в перспективе могут быть удостоены того, чтобы предстать перед взорами жителей города? Ну, безусловно, вы понимаете, что любая работа музейного учреждения, это сохранение, это реставрация, и это экспозиционная деятельность, поэтому вы же отлично видите, что в любом музее выставки одна сменяют другую, это вполне логично, поэтому я думаю, что в дальнейшем вполне возможно, что будут проведения выставок, каких-то мероприятий, у нас в конце концов есть там археологическая лаборатория в опорном бузе, они тоже там ездят, собираются, здесь вопрос именно того, что всему свое время, то есть сначала нужно все это сформировать, потом все это преобразовать и так далее. У нас, например, есть замечательная усадьба Салтыкова-Щедрина, там есть деревянный дом как раз с резными наличниками, со всеми элементами, где Геннадий Лопатин и как раз администрация музея сделала очень важную вещь, то есть они вывесили там фотографии домов деревянных, старой вятки, которые еще недавно на вашей памяти были, но сейчас уже давно их нет, то есть вот примерно как раз дом музея стоит на улице Ленина, где остался один деревянный дом, это как раз дом Салтыкова-Щедрина, то есть других уже, в принципе, это как бы нет. И там все это хранится, все это можно посмотреть, в принципе, зайти на территорию усадьбы, и может быть там еще будет преобразована какая-то экспозиция, потому что мы посмотрим, что Геннадий Яковлевич сделает. В любом случае, намного легче творить, когда у вас есть материал сам по себе, когда он выброшен, потому что на моей памяти уже было такое, например, на улице Горбачева в квартале от Ленина до Казанска тоже была усадьба Галамидовых, которую сейчас вот ломают, но ее как-то очень специфически начали ломать, там разобрали крышу, выбили окна, сняли наличники и все. В таком виде, как бы дома стоят, тоже вот куда они делись, непонятно. Может быть, их просто выкинули, как бы древесину, может, кто-то себе забрал. Раздели, разули просто, да, дом. Вот, то есть, как бы разули дом, да. Был еще дом, который вот совсем недавно сломали в прошлом году у детского космического центра, у музея Целковского. Как мы там с журналистами тоже не искали, что к чему, кому он принадлежит, кто его демонтировал, для чего. Так, честно говоря, никакой информации не было. Дом пропал, но у него тоже были очень интересные наличники, необычные. Куда все это делось? Ну, скорее всего, это все сломали и выкинули. На самом деле, его, кстати, очень интересно ломали, там такой забор поставили выше этого здания. Что-то там происходило в течение недели, вот там бац, снимают уже все пустая площадка, заасфальтированная. То есть, как было, так и нет. Опа! То есть, исчезновение, исчезновение получилось такое. Дэвид Коперсил в Кирове. На самом деле, я уверен, что эти наличники, они никому не нужны. То есть, это просто застройщик ломает, и все. И тут вопрос очень простой. То есть, просто спасти это, отдать на хранение музейному учреждению, просто именно сложно это согласовать, прийти к этому, потому что такой механизм не был разработан в предыдущее время. Вот насчет сложности, я просто очень много читаю, как вот районные и окровические музеи, они, в принципе, учреждения такого же статуса, как наш городской. То есть, районные и окровические музеи, они охотно принимают у населения все, то, что им принесут. Потом уже смотрят у себя, да, это имеет ценность, либо нет, и, соответственно, таким образом либо хранят, либо отказываются. Но никаких там справок, своровал ты там это, или где ты взял, принес в музей, подарил, они говорят, спасибо за любой предмет совершенно. Мне кажется, это никакой сложности в этом нет. На самом деле, есть разные процедуры, то есть здесь, в данном случае, поскольку мы все-таки работали на базе общественной палаты, потому что, ну, так легче в данном случае просто получить все согласование, если мы должны придерживаться и легче было бы прийти и от кого-то это принять, но, опять же, тут возникает очень сложный вопрос, потому что мы живем непростое время, и мало ли кто откуда что принес, на самом деле. Все-таки мы живем в большом городе, в деревне, может быть, это попроще, все знают, что дом сломали, уехал человек, взяли наличники, отдали в музей. А в условиях большого города это сложный процесс, и здесь важно избежать всех каких-то проблем, связанных с этим, потому что это же все-таки не ломбард принес, унес. То есть музей, для музея это важно. Никто же денег не просит, в отличие от ломбарда, принес, сдал в дар, подписался, кто это дарил. То есть человек ведь не прячется, если даже он украл его, найти в 2 секунды. А, кстати, эти вещи-то материальные ценности представляют, или только вот сугубо исторические? Ну, в данном случае, если администрация их отдает бесплатно, то, скорее всего, они не представляют. Не представляют. Дом-то весь идет, вместе с наречниками. Хотя вот, если, например, этим зданием бы владел какой-то частный инвестор, который его купил, взял сам подряд, на то, чтобы его сломать, там что-то построить, узнав об этой ситуации, он мог бы, в принципе, и заломить такую цену на них, и все. Тут пришлось бы и тогда либо выкупать, либо отказываться. Либо выкупать, либо он опять же увез бы их себе. Я вам говорю о том, что вопрос достаточно сложный, на самом деле. Кто принесет просто так, а кто-то, может быть, возьмет и принесет, скажет, платите мне там 100-500 миллионов тысяч рублей. Поэтому лучше, мне кажется, заранее просчитать все риски, то есть именно здесь по уму поступить. Ой, слушайте, а что происходит со зданиями вот недалеко от Киевского областного суда перекресток Октябрьской проспекты и Спаской? Это ведь бывшее училище. Да, это реально бывшее училище. Там сейчас идет реставрация. Реставрация идет? Да, там сейчас уже реставрация. Я тоже хожу, наблюдаю, что-то как-то подозрительное. Ну и эти здания, эти корпусы училища отдали частному инвестору там, по-моему, на 50 лет. То есть это программа, которая тоже, да, аренда разрабатывалась, то есть он должен был их отреставрировать, привести в вид проектный, то есть который дореволюционный и там вести дальше частную деятельность. В принципе, это неплохой механизм. Сейчас, на самом деле, сразу несколько зданий находятся в стадии реставрации. Это банк Федора Веретенникова или Дом офицеров, известный, ну и Спаской там сейчас очень активно тоже эти работы ведутся. Вот здесь эти дома, плюс ко всему, удалось продать помещения в бывшем общественном собрании. Это здание, где театр Маспаска находится. Это перекресток Ленина и Спаска. То есть там сейчас тоже поставили забор. Будут вести реставрационные работы. То есть потихонечку и вот этот процесс идет. Наверное, можно воспринимать его исключительно положительным, потому что потихонечку эти здания, которые давно были в ужасном состоянии. Если инвестор выполнит свои обязательства, то, конечно, позитивно. В этом случае, конечно, У него есть определенное обременение, то есть он должен это сделать. Поэтому процесс идет, он очень разный. Поэтому в начале нашей передачи я и сказал, что не только есть печальная тенденция, хотя они безусловно есть, но есть и положительные кое-какие, даже покраска фасадов. Но Тарапинский особняк отреставрировали. Правда, там возникли проблемы из-за того, что опять же подрядчик не очень грамотно сделал реставрационную работу и начали отваливаться штукатурка, что-то протекло. Но поскольку у них есть очень сложный такой процесс гарантийных сроков обязательств, сейчас должны подрядчики переделать все, по-нормальному сделать. Но это мы опять же говорим о каменных зданиях, у которых судьба все-таки более веселая. С деревянными видишь? Ну, с деревянными у нас, да. С деревянными у нас очень большая проблема. Хотя мы знаем, что в многих городах, там Томске где-нибудь еще, там есть целые кварталы деревянных зданий. В Вологде тоже. В Вологде они используются как туристическая инфраструктура. В туристический момент. То есть приходишь и вот в этот город попадаешь именно такой старый деревянный город, где с разных домов собраны элементы. Все вместе, да. И ты можешь посмотреть, какой Вологда была сто лет назад, прямо вот воочию. Очень красиво. Антон, жители города, которые на экскурсии ваши приходят, вы видите, что у них глаза горят, когда они смотрят на эти старинные здания и им хочется еще приходить. И они действительно переживают за дальнейшее. Иногда, конечно, само собой. Вы тоже огромную воспитательную, так сказать, роль в этом отношении играете, да? Людей очень много приходят. Все по-разному, конечно, относятся. Ну, естественно, что все равно, если говорить про пешком повертке, про какую-то экскурсионную деятельность, то туда приходят те, кто в основном переживает за все это, за все старину. И очень много людей пишут. И мне вот написала одна женщина, мы с ней, я учился у нее, когда она преподавала на Истваке, вот, еще в Педе, и она мне писала, что там китайский домик третий раз сгорел. Я говорю, да, вот сгорел. Она такая, что делать уже? Просто вот душа болит. Я говорю, сейчас сижу, Путину пишу письмо. Я говорю, ну, не знаю, как бы это поможет, не поможет, как бы, но просто здесь важно именно то, вот в этот пример, и тот парень, который Лепнину собирал, что есть инициатива какие-то снизу, что люди переживают. И на самом деле, мы часто говорим, что у нас стала какая-то страна черствая, что у нас люди, начало и любовь к своему городу, мне кажется, это все только больше растет. Просто вопрос в том, что можно сделать, реально сделать, потому что, ну, мы много говорим и так далее, но вот реальные действия, поэтому... Ну, ты правильно заметил, мы все время находимся в состоянии догоняющих. Ну, да, к сожалению... То есть когда мы видим, что уже поздно. В данном случае действует только теория малых дел, к сожалению, потому что сверху, ну, естественно, что госорганы не проводят какую-то работу, но тоже они не всесильны, да, потому что, чтобы отреставрировать здание, нужно очень много денег, очень много денег, потому что обычное здание отреставрировать, и здание, которое имеет обременение, как памятник, это совершенно разные цифры. Что касается инвестора, то тоже это его личное воззрение. Есть там инвестор, который любит это все, и ему нравится это делать, но большее количество людей их интересует как бизнесменов, как предпринимателей все-таки получение коммерческой выгоды. Им, в принципе, это здание реставрировать, им просто нет у них запроса на это. Поэтому все эти вопросы очень сложные, но люди, да, очень большое количество людей интересуются, и это очень здорово для нашего города, я считаю. какая-то надежда на то, что, может быть, вот это поколение этого парня, который там молодой, ему там лет 20, наверное, то есть который шел и прочитал, что и захотел спасти Лепнину, вот оно что-то еще сделает, да, в дальнейшем, потому что на них надежда-то как бы еще не уехали, они еще здесь живут. А, кстати, известно уже, что там будет на месте снесенного. А там многоэтажные. Там многоэтажные. Там уже все строительство идет. Ой, да. Не весело как-то завершим. Там нет, наоборот, в такой оптимистичной ноте Антон так красиво сказал про будущее поколение. Надеемся на вас, будущее поколение. Спасибо большое, Антон Касанов, наш гость. На этом мы завершаем первую половину «Мужского понедельника». Сейчас новости, тематические программы и уже вернемся с новой темой через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова